В нашей студии появились уже, и вы это можете видеть благодаря видеотрансляции, два артиста. Один народный, второй движущийся в этом направлении, один классический эстрадный, второй охвативший ряд молодежных направлений. Один это Лев Лещенко, второй лок-дог Александр Жвакин. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие гости. Поздравляем вас с двойной премьерой, совместная песня и клип на двоих. И все это практически сегодня происходит у нас на глазах и на ушах. Здравствуйте, поздоровайтесь. Добрый вечер, Лев Леонидович. Добрый вечер, дорогие ранее слушатели Офраньевых. Да, мы будем жить с этим оптимистичным настроем. Мы встречаем вас в нашей студии. Итак, сегодня ночью уже состоялась премьера нового сингла Лок-дога. Мы будем жить. В его записи принял участие Лев Валерьянович, соответственно. Понятно, что композиция вышла на всех цифровых площадках, а вот вживую прозвучит у нас самое ближайшее время. Давайте для начала выясним, кто во всем этом виноват. Как вообще это случилось? Кто бы мог подумать, что вот вдруг Лок-дог и Лев Валерьянович. У нас достаточно много знакомых. И так вот произошло. Мы соединились давно уже, года два или три назад. Но вот эта неприятная история, которая сейчас идет, она нас немножко, так сказать, разлучила. Она многих разлучила. Потом мы вернулись опять. И была сначала идея одной песни. Потом я снялся у Саши в клипе, где я сказал случайно совершенно, что все непросто, надо преодолевать. И, очевидно, эти слова как-то они, в общем, Сашу накрутили. Да, и он вот по мотивам, так сказать, этих двух фраз сделал потрясающие стихи. И мы решили, понятно, сделать такую коллаборацию. Причем искренне относимся друг к другу очень. И хотим просто порадовать наших поклонников. Вот и все. Чем-то новым. Саша, я приведу твою цитату, твоя фраза. Если бы лет 10 назад кто-то мне сказал, что мы познакомились с Альвом Валерьяновичем, я бы ни за что в это не поверил. Тут вы не только встретились, познакомились, но и еще ты взял на себя смелость и наглость предложить лауреата премии Ленинского комсомола поучаствовать в этом проекте. При каких обстоятельствах вообще все это произошло? Я взял на себя такую ответственность, очень было волнительно. Как-то вы знаете, у нас была еще одна демка, она была более такая спокойная. И как-то ей мы не дали хода. А потом как-то пересеклись еще раз на студии. И опять наглость, ты вспомнил, как это делается. Да, я вспомнил. И как-то мы обсуждали много всего. Я вообще... Ну, мое поколение, оно очень уважает старшее поколение. И мне всегда, чем старше я становлюсь, мне тем интереснее становится черпать какой-то опыт. То есть я думал, что я к своим годам уже буду все знать, а с каждым годом оказывается, что все меньше и меньше я знаю. Поэтому для меня это был такой большой шанс сначала пообщаться и для себя узнать массу всего нового. И как-то в процессе этого, этим всем вдохновившись, я понял, что многие вещи, в принципе, они схожи спустя поколение, спустя года. И вот это все постарался вложить как-то в этот текст, в эту песню. — Лев Ульянович, я вас поздравляю, о вас написал портал rap.ru. — Да, это новая века. — Это я считаю. — Да, вы знаете, портал rap.ru. Дело в том, что я иногда слушаю рэп и баттл даже слушал. — Да вы что? — Вот, и долго скажешь, что я всегда делаю акцент в сторону моего любимого поэта Владимира Владимировича Маяковского. Я говорю, первым рэпером был Маяковский, когда писал там гриб, граб, гроб, гроб. Ветром обид, а льдом обута улица скользила, лошадь на круг грохнул, и сразу задевал, 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 задевал. Понимаете, да? — Браво! — Все это было, это все было, да. Ну и поскольку я очень люблю поэзию, да, а Саша как раз, мне кажется, в этом смысле достаточно состоятельный и очень профессиональный человек. Во всяком случае, нет какого-то описательства, есть всегда метафора крепкая, есть какие-то образы точные, которые он формулирует. Мне это понравилось. Просто так, если бы это была бы какая-то эстрадная штуковина, я, наверное, не подписался бы. — Ну вот да, вас же сложно обвинить в консерватизме, да? То есть вы достаточно открытый к экспериментам человек, но я уверена, что к вам и раньше кто-то подходил с предложением... Кстати, вы обратили внимание, что Лещенко тоже стал говорить, коллаборация не дуэта, а коллаборация? — Нет, ко мне никто никогда не подходил. — Не может такого быть. — У меня все боятся. — Да ладно, нет. — Я же лев. — Подходили, конечно, у меня были такие, ну начнем с того, что я с Мегаполисом лет 20 назад написал, записал на стихи Бродского замечательный, у нас был и клип, один из первых вообще клипов, наверное. В то время еще не было этого. Вот там, там, с Тихи Бродского. Это можно посмотреть в интернете. И я как-то постоянно, ну как, я держу нос по ветру, как у нас говорят. Ну, надо знать, чем сегодня занимается наша молодежь, да? — Понятно. — Я не без критики, конечно, отношусь к этому, но вот что касается Сашиного творчества, я думаю, оно как раз некритикуемо, будем говорить так. — Нет. — Вот он достаточно, он достаточно рафинированный в этом смысле человек. Или на него тоже наезжают там немножко в интернете. — Нет, вот смотрите, Саша, ведь ты же рисковал, у тебя достаточно требительные поклонники. И когда ты тоже, в общем-то, варьировал свое творчество и переходил, да, то есть от одного стиля к другому, твои поклонники какие-то моменты тебе не прощали. То есть ты рисковал. Лев Валерьянович, понятно, он сейчас в таком статусе, он что бы ни сделал, все гениально, понимаешь? — Это не правда. — Это правда, ну это правда, согласитесь. — Меня критикуют еще как. — Но в глаза мало кто-то, я думаю, на это решится. — Ну, вы же лев, это опасно. — Да-да-да. — Вот, Саша, но у тебя-то был определенный риск, чтобы тебе сказать, что это какое-то возможность заигрывания со старшим поколением, с народными артистами или еще что-то. Но сегодня ты поразился, как отреагировала публика на премьеру? — Да, я думаю, что публика, она все-таки большая часть моей публики, которая со мной, она взрослеет вместе со мной. И мне кажется, что все-таки именно эта история, она легендарная, ну, то есть она не подлежит каким-то спорам, да, то есть в этом нет какой-то погони за хайпом. Мы именно записали такую светлую, чистую песню, сняли такой же клип, как по мне, этого сегодня людям на самом деле не хватает, поэтому и спорить, мне кажется, это даже не о чем. — Да, давайте подчеркнем, что и клип тоже уже снят, мало того, премьера уже состоял сегодня, прямо вот сегодня, свежак, можно сказать. Может быть, Лев Ильянович за хайпом сейчас гонится, я не знаю, в этот момент, если ты не гонишься. — Я не чушь тоже этого слова. Вы знаете, мне не нравится слово «хайп», во-первых. Понимаете, сейчас очень много иностранных слов, ну, скандальчик маленький, он нужен обязательно для того, чтобы привлечь как-то внимание. — Поддерживать интеллищенка. — Именно поэтому репортажи про съемки вашего клипа называются «Успеть до потопа», да, вы же... — Нет, вы знаете, вы сделали очень хорошую аннотацию, когда вы говорили, да, как вы слово такое сказали, и мы не постраиваемся, понимаете, мы не делаем этого имя хайпа. И я даже, когда звонил Игорю Крутову, дал ему послушать, он для меня авторитет является, он сказал, знаешь, мне настолько это нравится, здесь нет заигрывания никакого-то, это все по-настоящему крепко сделано, я вас приглашаю на новую волну, и мы с Сашей едем на новую волну. — Да вы что, поздравляем с этим замечательным клипом. — Ясно. — И с этой песней. — Столько уже наговорили, мне кажется, надо послушать. — Да, ну клипы, наверное, о нем мы... — Не, давайте еще поговорим. — Почему? — Ну да, я говорю, по поводу громких заявлений, успеть до потопа, про ваши съемки в Крыму, то, что вы успели снять, собственно говоря, ваше видео, буквально незадолго до того, как начался вот этот удар стихии. Я сейчас не иронизирую ни в коем случае над жителями Крыма, но вам действительно повезло. Получается так, сколько вы дня три снимали? — Да. Мы уехали, уже наши машины ехали просто в потопе в этом самом, да, если вы говорите о Ялтинской Европе. Просто мой водитель еле-еле выбрался оттуда. Но мы вовремя как-то так... Нам повезло, нам повезло. Зато мы открыли для себя такие потрясающие места. Там вот царская дорога, царская тропа, там, где мы сидели над пропастью, виден артек и облака внизу. — Вы там не бывали? — Это фантастика, никогда не бывало. — Вот, спасибо Пандыри за это. — Спасибо Локдогу. — Локдогу за это. — Да, 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 спасибо, да, да, да. И потом у Белой Скалы и оказались. Там чудные места, но вы все это увидите сейчас. — Да, там красиво. — Еще много не попало того, что мы снимали, но это понятно. Может быть, мы сделаем потом вторую серию. — Расширенную версию. — Вторую расширенную версию. — Прекрасная идея. — Кстати говоря, да, сейчас же очень модно. Восемь минут, семь с половиной, да, такие мини-фильмы. — Полнометражные фильмы. — Да. — Ну давайте все-таки сделаем премьеру сейчас, а потом еще поговорим. — Давайте, а потом поговорим. Итак, премьера в студии «Авторадио». Лев Лещенко, «Локдог». Мы будем жить. Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил на Индине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искренне. Я знаю, все непросто. Здесь часто все не так. И дотянуться к звездам вновь мешает суета. Блуждая в лабиринтах, где ни края, ни конца. Просто иди вперед, не замедляя ритма. Поднимайся, не теряя лица. Мы будем жить. Чтоб сердцу втать, чтоб сердцу втать. Мы будем жить. Чтобы вместе белый и друг и враг. Мы будем жить Мы будем жить Мы будем жить Мы будем жить Бог меня баловал сердцем, но переворот, кругом голова Эй, бетонные коробки, сковавшие разум мой Отпустите меня домой, чтобы оставить след Чтобы, будучи богатым, не обеднеть Чтоб не стало настоящее случайно для нас суррогатом Буду жить, буду петь Я знаю, все не сразу, где достерли улицу Но в жилах чистый разум и удача нам к лицу Пусть кажется высоким нами выбранный рубеж Просто дышу спокойно, не теряя веры И тепловно не теряя надежд Мы будем жить Чтоб сердцу втах, чтоб сердцу втах Мы будем жить Чтоб вместе бел и друг и враг Мы будем жить Чтоб сердцу втах, чтоб сердцу втах Мы будем жить Чтоб вместе бел и друг и враг Мы будем жить 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 Мы будем жить